МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, все вовите отсюда! Спокойно, спокойно. Заботьтесь. Здоровья. Сегодня в программе. Как завоевать женщину? Я девочка. Я хочу, чтобы за мной ухаживали. Что делать, если в семье нет уважения? Слушай, муж объялся в муж. Отправлю его куда-нибудь. Неправильный выбор и его последствия. Ты просто... Ты понимаешь? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша команда готова приступить к очередному расследованию. Денис и Дмитрий встречаются в центре города для знакомства с заявителем по новому делу. Денис подъехал, работаем. Оказывается, существуют еще такие формы, как брачные агентства. Они существуют еще? Я сам был удивлен, но жена нашего заявителя работает в таком. Это опасное производство. Где-то рядом с пенсионным фондом. Внимание! Подходит заявитель. Увидели его. Зафиксировали. Михаил Вартанов, 26 лет. Аспирант исторического вуза. Женат, детей нет, подозревает супругу неверности. Добрый день. Здравствуйте. Михаил, Денис, Дима. Расскажите, Михаил, пожалуйста, что вас к нам привело? Ну, я считаю, что моя супруга мне изменяет. У нее как бы служебный роман. Она является владелицей брачного агентства. Она там сваха. У нее появился достаточно состоятельный клиент. Я считаю, что она с ним очень много времени проводит. Ну, это же, наверное, ее какие-то в обязанности входят. Ну, я смотрел в соцсетях, что это за человек. И увидел, что у него там семья, у него там дети. Она профессионал своего дела, поэтому она не могла просто об этом не знать. Логично. Но вы сказали ей о том, что нашли. Да, мы с ней поговорили об этом. Она просто дурочкой прикинулась. То есть, она сделала вид, что не знала, что он женат. Да. Ну да, фотографии в общем доступе. И не знать этого странно. Если он ее клиент. Согласен, что-то здесь не так. Хорошо. Ну, давайте выяснять. Скажите, пожалуйста, дома работает жена? Небольшой офис снимаю. Дом работаю я. Все я. Понятно. Попробуем установить камеры в этом офисе. Плюс наружное наблюдение. Не переживайте, будьте на связи. Хорошо. Все, мы работаем. До встречи. До свидания. Странноватая история, действительно. Ну да. От начала до конца. Ну ладно, проверим. Давай, пока. Всем внимание, у нас новое дело. Надо будет подумать по поводу завеса. Где-то. На следующий день наша команда начала работу над новым делом. Группа наружного наблюдения заступила на дежурство у дома, где проживают супруги Вартановы. Подозреваемое появилось в поле нашего зрения только после обеда. Знакомьтесь, это наш объект. Зафиксировали. Глафира Вартанова, 31 год. Сваха в собственном брачном агентстве. Замужем, детей нет. Алло. Звонок у нее. Привет, Вась. Да, звук проходит, фиксируем. Ага. Поняла. Слушай, ну есть у меня вариант. Какой-то Василий звонит. Да, давай в офисе. Угу. Скоро буду там. Возможно, это тот самый клиент, про которого заявитель говорил. Похоже, что одному из клиентов Глафира не терпится найти себе подругу жизни. Наша подозреваемая уверила некоего Василия, что у нее есть для него потенциальная невеста. Так что герой нашего расследования договорились встретиться сегодня в брачном агентстве. Именно туда и направилась наша подозреваемая. Вторая группа зафиксировали, увидели ее у офиса. Да, видим вашу картинку. Хорошо иметь свое дело и ни от кого не зависит. Глафира сняла офис недалеко от дома, так что может себе позволить ходить на работу на высоченных шпильках. Готовы к операции по обвесу. Дим, ждем твоей команды. Отправляйте Олега к Свахе, пусть посмотрят, можно ли там камеру установить или нет. Приняли, отправляем Олега. Заодно жену новую найдем себе. Наш заявитель работает на дому, поэтому нет необходимости завишивать камерами квартиру супругов Вартановых. А вот установить видеонаблюдение в офисе для расследования абсолютно необходимо. Один из наших самых опытных оперативников сейчас постарается решить эту задачу. Давайте, дядя Олег. Здравствуйте. А запчасти для американцев здесь? А, это соседний офис у меня. А, это соседний? Да. Есть одна? Да, спасибо большое, я сам найду, хотя очень любят из вашей страны. Может быть, вам жену подозвать? У меня врачный агент. Ну что? Да. Интересно. Спасибо. И вы женат? Я женат. Я женат, да. Это и грусти, сказал Олег. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго. До свидания. В течение нескольких часов Глафира занималась делами. Просматривала бумаги, отвечала на звонки. Она никуда не выходила и к ней никто не приходил. Хоть у женщины и необычная работа, однако ничего представляющего для нас интерес зафиксировано не было. У нас гости. Представитель нового вида мужчины, получите звук. Мать, привет. Давут Васькой. Василий. Проходи. Ой, все отлично. Присаживайся. Последние варианты твои, ну вообще ни о чем. А что такое? Встретился со мной. Здорово, здорово. Других вообще беззабыть. Ну у тебя есть хотя бы талон? Да. Кто тебе нужен? Подберем? Здесь ты для меня сам. Ну-ка, ну-ка. Что ты делаешь? Ну-ка, ну-ка. Я смешил. Что я еще и делаю? Красиво. Мама. Что ж тоже. Василия больше интересует владелица брачного агентства, а не те невесты, которых она ему предлагает. Может он специально перебирает и отвергает женщин, чтобы был повод чаще видеться с глафирой. Интересный заход. Блин, если тебе что-то серьезное надо было. Я девочка, я хочу, чтобы за мной ухаживали. Я готов. Ладно. Не вопрос, все что хочешь. Заявили имена этого мужика и подозревал. В принципе, ничего похожего между ними нет, но возможно будет. Ну, поехали. Давай только я сейчас мужу позвоню. И куда-то собираются выезжать. Неужели наша подозреваемая была бы готова серьезно рассмотреть Василия как потенциального партнера, если бы он немного изменил свое поведение? Миш, привет. Мне надо задержаться на работе. Можно звонить. С клиентом встретиться. Так и сказала. Слушай, ну что ты начинаешь ты опять, а? Ну, блин. Пустырье про это я и не зря, кстати. Давай дома поговорим, а? Все, я начинаю. Позвоню тебе. Все, пока. Нарушек, приготовьтесь, сейчас выходить будут. Да, все хорошо. Конечно. Всегда. Да, мы тебя и дежурим, все нормально. Выходят. Амплиментами ее просто осыпает. Ну, в общем-то, Глафира не обманула мужа. Она действительно задерживается из-за клиента. Правда, женщина умолчала, что этот клиент оказывает ей знаки внимания. А она не только принимает ухаживание Василия, но и сама напрашивается на приглашение в ресторан. Егор, вышли они. Василий и Глафира садятся в автомобиль. Летучая группа, введите авто. Да, Николай поедет. Какой Николай, Егор? Нет, это Лёша. Возможно, женщина просто умело использует симпатию со стороны клиента. Она регулярно знакомит его с потенциальными невестами. И если все они проигрывают при сравнении со свахой, то это не проблема Глафира. Интересно, как именно составлен контракт между Василием и нашей подозреваемой. Возможно, мужчина платит брачному агентству за каждую встречу с очередной кандидаткой. Подтвердилась информация по Василию. Пробили номерат вы? Сейчас передаем. По номеру машины мы пробили ее владельца. Мужчину зовут Василий Бойко. Ему 40 лет. Он владеет крупным строительным бизнесом. У него есть жена и двое детей. Значит, это тот самый особый клиент Глафиры, на которого падают главные подозрения нашего заявителя. В ресторан пойдем. Наша команда ведет наблюдение за Глафирой Вартановой по просьбе ее мужа Михаила. Он подозревает, что жена изменяет ему с Василием Бойко, одним из клиентов ее брачного агентства. Но узнали, что Василию нравится Глафира, и он готов за ней ухаживать. Сейчас эта пара обедает в ресторане. Ты знаешь, у меня есть очень классный вариант для тебя. Это моя подруга. Она разведенная. Я думаю, она тебе понравится, но она скромница. Совсем скромница. Я думаю, ты найдешь подход к ней. Сейчас тебе ее покажу. Похоже, сваха специально затащила Василия в ресторан, чтобы в уютной и расслабляющей обстановке предложить клиенту еще одну кандидатку. Что там не видно фотографии? Ты знаешь, я думаю, что вам лучше встретиться в каком-нибудь тихом, спокойном месте, например, у меня дома. Дома? Да. У тебя там муж? Слушай, муж объел себе груш. Отправлю его куда-нибудь к маме. Слышали про мужа? Еще куда-нибудь. Плохая поговорка. Это я возьму на себя. Ну, хорошо. Ну, я ее приглашу, с ней договорюсь, а ты как будто бы по делам зашел. Неожиданно. Но так ничего предосвятительного. Есть люди, которые принимают решение. Она не обидится, не посетит? Нет, конечно. Возможно, мужчина предпочел бы общество Глафиры, а не ее подруги. Но все-таки согласился с предложением свахи. Не наше дело судить о моральном облике Василия, почему, будучи женатым человеком, он ходит на свидания с девушкой. Нас больше насторожило то, с каким пренебрежением подозреваемая говорила о своем муже. Покинули они ресторацию. Звук дайте, пожалуйста. Так, подвезти машут? Не, не надо. Я пешком пойду. А раз водится, работаем по девушке. Интересно, почему Глафира не захотела, чтобы Василий подвез ее до дома? Боится, что муж увидит и будет недоволен? Или у женщины есть еще какие-то планы на сегодня? Однако наша подозреваемая отправилась домой и провела этот вечер с Михаилом. Желтая группа работает. Наступил второй день наблюдения. Сегодня Денис предложил заявителю встретиться, чтобы обсудить дальнейший ход расследования. У нас появилась идея, как можно проверить, что за отношения связывают сваху и клиента на самом деле. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Хотели поделиться с вами промежуточной информацией. Значит, смотрим за общением Глафира и Василия. Пока ничего такого выходящего за рамки разумного мы не видим. Есть, конечно, флирт некий, но факт в том, что он действительно подыскивает ему варианты. Оставим это на его совести. Но при этом есть один момент. Вот они пообщались. Сейчас покажу вам фрагмент. Послушайте, пожалуйста. Знаешь, я думаю, что вам лучше встретиться в каком-нибудь тихом, спокойном месте, например, у меня дома. Он подумал, что нужно дать им возможность эту встречу организовать у вас дома. Как вы думаете, вы сможете куда-нибудь уехать или хотя бы сказать, что вы куда-то уедете? Чтобы мы им подыграли и посмотрели, что там будет происходить. У меня на два я могу, в принципе, уехать в Тулу. И у меня там мать уже давно хотела ее навестить как раз. Хорошо. А мы будем внимательно смотреть за тем, что происходит, и сразу вам докладывать обо всем оперативно. Пока нам кажется волноваться не о чем. Флирт флиртом, но это всего лишь работа. Все, до свидания. До свидания. Когда Глафира ушла на работу, оперативники приступили к установке камер в квартире супругов Вартановых. Теперь мы сможем узнать, состоится ли вообще встреча Василия с подругой Свахи. Действительно ли наша подозреваемая заинтересована в том, чтобы свести клиента с другой женщиной? Вроде есть, Олег. Алло, Глаш, привет. Слушай, мне мать позвонила сейчас, сказала, ну, она неважно себя чувствует. Ну, что, мне так срочно надо? Конечно, езжай. Я тебе тогда позвоню, как приеду. Все, давай, пока-пока. Ну, сейчас поинтересней по офису работать, она там. Итак, Михаил предоставил супруге свободу действий. Квартира будет в полном распоряжении Глафиры. И мы посмотрим, как она использует эту возможность. Алло, Вась, ну, все, отлично, мужа я отправила. Вот, сейчас позвоню Алинке, тогда договорюсь с ней. И можете приезжать. Да, она завтра. Ну, появилась она на отъезд мужа, все, готовит встречу. Поговорились, все, пока-пока. Понятно, работаем. Пока похоже, что Глафира серьезно настроена познакомить Василия со своей подругой Алиной. Причем она хочет, чтобы встреча выглядела максимально естественной. Тогда ее скромная приятельница не будет испытывать неловкости и сможет раскрыться. Тем временем в квартире заявителя оперативники заканчивают работы по установке системы видеонаблюдения. А Михаил собирает сумку в поездку. Олег, как у тебя? Четыре штуки поставил. Дима, 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 прием. Да, Вартанчик, прием. Мы в квартире закончили. Принимай сигнал, пожалуйста. Все, все камеры вижу. Спасибо, собирайтесь. Все, спасибо. Убираемся от себя. Все, мы покидаем квартиру. Отлично. Еще сигнал проходит. Наступил третий день наблюдения. Вчера Михаил уехал к маме в Тулу. А сегодня мы готовимся наблюдать за тем, как пройдет встреча Василия, Алины и Глафиры дома у Вартанова. Гости, готовьтесь принимать. Да, только неизвестно, кто в гости, потому что мужик этот не заходил. Ой, Вена, привет. Привет. Какой ты Геннадий? Привет. Ну, вот так получилось. А Миши нет? Никого не живу, Миши нету. Сука. Как тебя видеть? С мужем-то он знаком тоже. Ты голодный? Да, какой-то друг семьи, но только как-то странно, он ее приобнимал. Я так соскучилась. Я тоже. Наше расследование привело к самым неожиданным результатам. Подозревали одного мужчину, а любовником оказался совсем другой. В ходе расследования было установлено, что Глафира Вартанова изменяет своему супругу Михаилу. Вчера, когда наш заявитель уехал к маме в Тулу, к его жене приехал некий Геннадий. Женщина провела с ним несколько часов, а затем он уехал. Сейчас у офиса Глафира Денис и Дмитрий ждут возвращения Михаила, чтобы сообщить ему горькую правду. Так очевидно было, что тот самый Василий и с ним что-то не ломает, да? Да, ложный путь. Внимание, такси с заявителем на подъезде. Обратите внимание. Да, да, видим. Готовы встретить, отработаем. Вы не вышли из автомобиля. Здрасте, Михаил. Ну, вы, наверное, поняли, что мы вас неспроста позвали в офисе вашей жены. Вчера, к сожалению, она изменила вам. Но не с тем человеком, которого мы могли предполагать. Это не Василий. Вы готовы видео посмотреть? А кто? Если готовы, смотрите. Может быть, вы его знаете. Нам показалось, что можете знать. Знаком, да, видимо? Да. Это Ген Алясин. Мы с ним учились вместе на эстфаке. Он однажды к нам приехал. Я познакомился с женой. И с тех пор начал приезжать. Ну, вот и вчера он тоже прилетал по делам. На день. Все успел. Все дела я сделал. Направляемся в офис. Да, Дим, мы видели ваше движение. Входим, входим. Да, не стесняемся. Сань, подходи. Тоже агрессии. Надо не допустить. Справа по коридору. Кабинет будет на этаже. Вообще все знают. Заходим. Прыг на взводе. Все видим у вас с камеры наблюдения. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Не пугайтесь. А, давайте мы объясним. Это программа опасной связи. Которая занимается расследованием кучи и подружески. Да блин. Не переживайте. Сейчас мы уйдем. Мы объясним. Все, жену мне. Новую жену мне найди. Чего ты сюда приперстик? Чем ты занимаешься? Чем ты занимаешься? Чем я занимаюсь? У гены дети, у гены жена нет. Ну и что? Ты просто ***. Ты понимаешь? Я ***. Конечно, ты ***. Ты ***, понимаешь? Ну ***. Валите отсюда. Чего вы тут делаете? Это мой родик. Спокойно. Это ваш родик. Иди ***. Иди ***. Ты ничтожество. У тебя ***. Все. Я развожусь. Все, все, все. Идите вообще ***. Все, все. Валите отсюда. Заботьтесь о здоровье своем. Заявитель вышел. Это вообще не ваше дело. Работаем двумя группами. Внимательно. Все, валите. Мы вам рекламу снимаем. Все еще кто такой? Дима меня зовут. Очень приятно. Пришел воспользоваться фугами вашего агентства. И вот мужу глаза открыть еще завтра. Мич, подождите. Я не знаю, что я буду делать. Ну, после того, что она вам сказала, вряд ли, возможно, нормальные отношения. Все, сняли этот цирк. А ты тоже. Парадач. И вообще эти. Типа набрали. Наживки, что ли. По имени ***. А такая непутевая дама. Петро ***. У меня руками своими ***. Ладно, спасибо вам. Михаил уходит. Как работаем. Пускайте Михаила. Михаил. Погодите. А, сумку, да? Да. Вы сейчас домой или куда? В Красноярск. Встретиться с одним приятелем. Понятно. Давайте аккуратненько. Да. Красноярск в этом погорячился. Я думаю, что он сейчас придет в себя немножко. А это что? Да нет смысла ехать. Я разберусь. Мы свое дело сделали. Стоп, ребят. Супруги Вартановы развелись. Михаил действительно уехал из Москвы. Но не в Красноярск, а на раскопке в Херсонес. Дальнейшая судьба Глафиры нам неизвестна. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова